Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетсе, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 9.30 по GMT выступление главного экономиста Европейского центрального банка Филиппа Лейна. После данных по инфляции, которые мы анализировали накануне, было бы неплохо сейчас уточнить позицию ЦБ касательно планов и будущих действий по ключевой подсветной ставке. Также в 9.30 по GMT ждем протоколы заседания Банка Англии. Более важные события. Я фанатично настроен в отношении роста британской валюты, считая то, что фунт может продолжить и продолжит развитие бычей динамики. Если сегодня, после публикации протоколов, мы поймем, что Банк Англии действительно больше склонен к тому, чтобы сохранить ставку на прежнем уровне, то тогда фунт сможет вновь развить восходящую динамику. Важнейший отчет текущей торговой сессии – это данные по американскому рынку труда, отчет ADP в 12.15 по GMT. И, по сути, он же является прелюдией и подготовкой к выходу данных по Non-Farm Parals, которые мы с вами ожидаем в эту пятницу. Много раз уже говорил, что для Федрезерва отчет по американскому рынку труда сейчас имеет первоочередное значение. Поэтому точно после публикации статистики очень сильно скорректируется, пересмотрится и изменится ожидание рынка касательно масштаба снижения процентной ставки США в ноябре и в декабре. Ну и уже привыкли мы к новостному фону в виде выступлений чиновников американского регулятора. Сегодня ждем вечером Баркина и Боуман, которые тоже будут говорить, в том числе, о американской денежно-кредитной политике. Но вчера, опять же, то, что мы слышали Коллинз, того же самого Баркин, не было каких-то интересных заявлений, которые могли бы вернуть на рынок продавцов американской валюты. Индекс доллара. Текущие котировки – 101 пункт. Как ранее уже отмечал, мы вряд ли сейчас, перед выходом данных по Non-Farm Perls, увидим какую-то однозначную тенденцию. Но после публикации DP могут замаячить перспективы этой тенденции. И, конечно же, я все еще сторонник того, чтобы американская валюта дешевела. И я предлагаю, друзья, как бы сейчас не хотелось, например, поставить на рост американского доллара из-за страшных событий на Ближнем Востоке, из-за операции Ирана в Ливане и усиления конфронтации еще и с Ираном. Но этот новостной фон, на мой взгляд, не будет определяющим для динамики американского доллара. Очень странно, кстати, что инвесторы не сделали ставку на золото, которое тоже остается относительно стабильным. И, по идее, даже на каких-то изменениях вероятности снижения процентной ставки в США золото демонстрировало более мощную восходящую динамику, нежели чем о полноценной военной компании эскалации геополитической напряженности. Если у вас есть мнение, почему так происходит, обязательно пишите в комментарии. И меня очень интересует ваша позиция относительно того, считаете ли вы золото, друзья, по-прежнему тем самым старым, добрым, проверенным историей, защитным инструментом. Или уже золото не тот актив, к которому мы привыкли ранее. Возвращаясь к индексу доллара, я еще раз, давайте дождемся данных по информации. Я рекомендую не торопиться сейчас с длинными позициями. Мы успеем и при необходимости найдем точку входа для того, чтобы поймать какое-то более мощное кредитационное движение. Но сейчас мы должны фокусироваться на нонфармах. Мы должны помнить комментарии Джерома Паула о том, что все зависит от фундаментальных отчетов. Собственно, он повторил это на конференции в начале недели в Нэшвилле. И именно вариации тех будущих решений Федрезерва по процентным ставкам, они напрямую будут зависеть от цифр, которые мы увидим. Может быть, даже сегодня уже по ЭДП и уж точно в пятницу по нонфарм Перлеса. Я уверен, что статистика будет так себе. Друзья, данные будут плохими. Мы снова заговорим о рисках охлаждения американского рынка труда. Те, кто любит более такие красочные интриги, начнут искать причины, по которым слабый рынок труда может отправить экономику в рецессию. И тогда мы придем к необходимости того, что Федрезеру нужно продолжать активно смельчать экономическую политику и нужно снизить ставку также на 50 байсных пунктов. Пока что по инструментам FedWatch Tool вероятность снижения ставки на 50 байсных пунктов в ноябре составляет 37%. Но вот буквально в ходе моего вчерашнего брифинга эта вероятность была, по-моему, 32% с небольшим процентом. Плавает мнение рынка, ожидания касательно будущих действий Федрезерва. И, конечно же, сейчас это всего лишь такой околоранчный шум, потому что нам нужны факты, нам нужны данные по нонфарм Перлес. Поэтому, друзья, ждем и рассчитываем на то, что эта статистика поможет продавцам американской валюты, то есть нам с вами. Золото 2,655 долларов за тройскую унцию. После роста, в ходе торговой сессии, точнее, после снижения в начале недели, вчера мы наблюдали за ростом золота, сегодня уже обратная динамика. Сантимент 50 на 50. Опять же, я рекомендую не лезть в золото, пока рынок сам не определился, что с ним делать дальше. Но с большой вероятностью, друзья, когда мы разберемся с вами с нонфармами, поймем, как они дальше будут влиять на американский доллар, мы вернемся к покупкам рынка драгоценных металлов с ожиданиями роста к новому историческим максимуму. Но пока статус-кво. Евро против доллара 1,1070. Локальное восстановление американца помогло, помогло как тенденция и движение продавцам евро. Европейская валюта отступила от локальных максимумов, от отметки 1,12, как раз до уровня, который был назван. Но были еще отчеты. Это данные по инфляции. В годовом выражении показатель снизился с 2,2% до 1,8%. Это, соответственно, существенно ниже, чем ожидали многие. И это дает возможность Европейскому Центральному банку начать смещать национальную монетарную политику. В этой связи хочу послушать сегодня Филиппа Лейна, который поможет нам разобраться, как повлиять данные по инфляции на мнение Европейского Центрального банка. Также хочу отметить, что основной наиспотребительский цен снизился, но базовая инфляция все еще остается значительно выше целевого ориентира на отметке 2,7%. Британская валюта против доллара 1,3285. Я за идею дальнейшего роста. Немного подкачали данные по ВВП Англии за второй квартал. По факту мы увидели в квартальном выражении рост на 0,5 против прогноза 0,6. В годовом выражении рост 0,7 против прогноза 0,9. Были позитивные тенденции, опять же, моменты, которые оказались подсвечены аналитиками. Это, в частности, увеличение сбережений. Накладываем на увеличение сбережений еще высокий показатель средней зарплаты, который вдвое превышает, даже больше, чем вдвое превышает, целевое значение по инфляции британского регулятора. Инвестиции в бизнес продолжаются третий квартал подряд. Последний отчет National Building Society по индексу цен на недвижимость индекс растет. И, может быть, кто-то скажет, что рост недвижимости, цен на недвижимость сейчас, это как раз отражение того, что потребители готовятся к снижению процентной ставки. Но, мне кажется, пока эта логика не совсем работает. Рост цен на недвижимость связан, прежде всего, с тем, что очень много сбережений, и есть в британской экономике еще отложенный потребительский спрос. Есть предпосылки для роста потребительской активности и для удержания инфляции на высоких значениях. Бывший глава Банка Англии Кинг накануне отметил, что причина, по которой инфляция в Англии некоторое время назад, скажем так, достигла диких значений, была связана с тем, что Банк Англии не торопился с ужесточением национальной монетарной политики. И, по его мнению, сейчас все, что нужно сделать Банку Англии, это не торопиться со смягчением этой политики. Я как раз об этом, друзья, и говорю. Поэтому по паре фунт-доллар цели 1.34 и движение выше. Доллар е на 144.15, потенциальное примерство и СИБы, статистика, индекс Танкан, хорошее значение, ровничные продажи, которые выросли, соответственно, предпосылка для усиления инфляции, снижение уровня безработицы с 2.7 до 2.5%. Есть позитивные моменты, которые мы должны иметь в виду и пока не отказываться от идеи того, что японская иена может оказать сопротивление американскому доллару. Главное, чтобы доллар все-таки оступился и снова пошел вниз. По австралийцу все так же, друзья. 0.69 текущие котировки, ровничные продажи, 0.7% это рост против прошлого показателя, прироста, по-моему, на 0.1%. То есть фактически рост потребительской активности доказывает, что инфляция остается повышенной. И неделю назад мы как раз, когда анализировали итоги заседания Резервного банка Австралии, мы обратили внимание на то, что базовая инфляция снова начала расти во втором квартале с 3.6 до 3.8%. Восстановление остается выше целевого значения Резервного банка Австралии уже 11 кварталов подряд, а поэтому Резервный банк Австралии точно не будет снижать ключевую процентную ставку. Отсюда, друзья, моя уверенность в том, что мы доберемся до уровня 0.70 и произойдет это уже очень скоро. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.